Мы присоединяем к нашему разговору Геннадия Гудкова, экс-депутата Государственной Думы Российской Федерации, полковника ФСБ России в отставке. Геннадий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Геннадий Владимирович. Я слушаю ваши эфиры, я вот вам отвечаю на вопрос, который вы задаете друг другу. А если перед вами встает выбор, вас завтра либо убьют, либо вы там еще лет 10 в бункере проживете, вы какой вариант выберете? Сложный вопрос, никогда в этой шкуре не были. Мы не были в этой шкуре, наверное, потому, чтобы мы не стремились так сильно к тому, чтобы нас убили. Вы убиливаете от ответа. Вы скажите, вот вам альтернатива, либо завтра вас лукокошат, причем неизвестно с какой степени жестокости, либо вам все-таки еще лет 10-15 может быть. Хорошо, ладно, мы бы выбрали бункер. Но мне кажется же, у Путина есть еще какой-то вариант, кроме бункера, его завтра убьют или нет? Ну, сложно сказать. Наверное, он надеется на этот вариант, но по практике, так сказать, по, наверное, в общем-то и нет. Хорошо, выведи он сейчас войска, так как предлагает и требует, и Владимир Зеленский, и Шольц с ним об этом говорил, и Байден ему об этом говорил. Вот выводи из Украины войска, вот, и садись за стол переговоров. Этот вариант помог бы ему выжить? По-вашему? Нет. Этот вариант ускоряет. Ускоряет его кибель. Да, да, конечно, конечно. Он этого не сделает никогда, если только вот уж сам совсем не бросится в ноги Байден, скажет, давай мне остров, охрану, защиту с воздуха, с воды, я там доживу, а ты тут давай, в общем-то, ладно, там, так и быть, вывожу все, признаю, и вы там давайте переустраивайте Россию без меня. Маловероятный вариант, это, во-первых, а во-вторых, это мы так думаем, что у Путина все плохо, а Путин думает, что у него все хорошо. Вот я уже сейчас буду повторяться, ну, понятно, я не могу не повторяться. Вчера у меня там появилась новая информация от людей, которые общаются с крымлевским окружением. Они говорят, что, а Путин-то вообще уверен в себе. У него нет никаких там колебаний, сомнений, ну, понятно, может, он там для них, для подчиненных, для придворных так себя ведет. И он говорит, а что, все нормально, время работает на нас. Мы сейчас разрушаем инфраструктуру Украины, нам не важно, сколько погибнет. Главное, что мы затянем войну. За это время мы разрушим всю инфраструктуру Украины, они сами взводят, приползут нам на колени просить о пощаде, о мире. И, к сожалению, вот все эти звонки Шольца, Макрона, все эти разговоры, они укрепляют его вере в том, что он одержит победу. Вот еще раз мне говорю, что я глубоким уважением отношусь к выборам, там, американского, немецкого, французского народов и так далее, да. Но мне кажется, что вот эти лидеры, они слишком хорошо воспитаны. У них другая мораль, у них другое представление о человечности, об ответственности и так далее. И вот это все им мешает понять Путина. Они не могут понять, что это человек, который выжиг в себе все человеческие качества. Что им движет только одно чувство, одна эмоция, это себя сохранить, ни в коем случае не позволить себе проиграть, жить еще долго при любых обстоятельствах. И вот это вот звериный инстинкт, покоящийся, вернее, нет, поддерживаемый вот этой жуткой человеческой, античеловеческой доктриной войны, уничтожения всех, если вдруг это потребуется в любом количестве, вот это они не понимают. Потому что после звонка Шульца, я вас уверяю, что Путин сказал, ну что, вы говорили, я там в международной изоляции, что я изгон, вон он, звонит и просит, уговаривает. Значит, они там гнутся, значит, они там себя не очень уверенно чувствуют, значит, они понимают, что они могут проиграть эту войну. Нам надо еще поднажать, нам надо еще 100 тысяч туда бросить, ничего страшного, что мы 100 тысяч там потеряли. Если подумаешь, в России российская баба, русская баба еще нарожает, мы это знаем, у нас еще мобилизационных ресурсов немерено, мы еще 200 тысяч бросим, надо 300 бросим, надо полмиллиона, сколько надо, столько бросим. И ничего не знаем и не сделают. А секретные бункеры, это не бункеры, это целые подземные города. Чтобы вот вы представляли масштаб этого Латау, и не только Латау, мне рассказывали давно-давно, я не верил, я даже был любопытным туда попасть, но потом как-то за делами закрутился, когда можно было туда попасть. Подземный город, огромная гигантская пустота в земле, на большой глубине, чуть ли там не с электротранспортом, потому что там не дойдешь пешком. Вот подземный город, там на нескольких десятков тысяч человек находится в глумине скальных пород. Ну вот природа так создала такое хранилище. Непонятно чего. А от Москвы до Урала говорят? А? Ну говорят, что это как бы как целая, ну, чуть ли не сеть, от Москвы до Урала эти бункеры находятся. Вот, кстати, они как-то соедены между собой вообще? Да нет, нет. Ну, конечно, что-то. Вот какая? Под машиной проехать от Москвы до Урала. Нет, я имею в виду в целом, если даже не до Урала, там вот несколько бункеров, например, они существуют, они соедены между собой? Нет, нет, нет. Соедены те, которые рядом с Москвой. Ага. Там вот Подольск, ну, на Чехов, Чеховский район. Там вот есть подземное метро, там пункт введения ядерной войны был. Ну, я не знаю, сейчас остался, не остался. На глубине, там, ну, там небольшая глубина, то ли 150, то ли 170 метров, ну, 200, может быть, метров. Типа бетонного, такого гигантского яйца, подвешенного на амортизаторах, чтобы в случае там удара по ядерным взрывам он сохранял функциональную свою способность управления войсками. Там такие центры есть, их несколько. Они находятся недалеко от Москвы. Там действительно есть ветка подземных коммуникаций. А так, конечно, чтобы прорыть туннель от Москвы до Урала. Нет, нет, нет. Тут имеется в виду, что издание «Собеседник» провело расследование, и говорили они о том, главная суть, что вообще бункеры есть в разных местах, и в том числе и в Москве, и на Урале. Ну, даже в дворце в Геленджике есть бункер. Ну, да. Вы же слышали, что в дворце в Геленджике есть серьезный бункер, там внутри скалы. Конечно, есть. Полно. Ну, не то, что полно, но это, допустим, у каждой же военно-морского штаба есть свой бункер, у противоракетной обороны свой бункер, у стратегических, допустим, ракетов свой бункер, и так далее. Там у генерального штаба, там еще какие-то есть схроны. Конечно, это все делалось еще, начиналось в Советском Союзе, когда мир стоял на пороге глобальной ядерной войны, я напоминаю, что уровень противостояния был таков, что Соединенные Штаты Америки и Советский Союз обладали, если мне память не изменяет, 48 тысячами стратегических ядерных боезарядов, там покрывая территорию по 15-17 раз, свою собственную, так сказать. Ну, и понятно, что это было разрушение всей цивилизации. Сейчас уровень упал в много-много раз, стратегических зарядов там подвес небольшим тысячам каждой страны, я имею в виду два крупнейших ядерных потенциала. В Франции, там Англия, Китай имеют меньше, ну, Китай там 250 ядерных, вроде бы там было, хотя эксперты утверждают, что он сильно нарастил, но никто не знает об этом. Ну, не буду сейчас врать, я не специалист, но остальные потенциалы, они были намного меньше, поэтому их не брали сильно в расчет. Но, тем не менее, даже 2 тысячи с лишним стратегических ядерных зарядов, плюс 4 тысячи оперативно-тактических, тактических, это огромный гигантский ядерный потенциал, способный разрушить, скажем, одну седьмую, одну восьмую части всей человеческой цивилизации. Вот, поэтому, конечно, вот эти бункеры существуют, они достаточно укреплены, ну, и там есть система автономной очистки воздуха, автономной подачи воды, какие-то, так сказать, там защитные механизмы, там оборудованы медицинские и прочие пункты, больницы и так далее. То есть это подземные города, ну, подземные поселки, я бы так сказал, подземные поселки, которые способны там укрыть и защитить на годы, ну, скажем, десятки тысяч человек. Владимир Владимирович, а скажите, пожалуйста, вот если вы затронули очень важную тему относительно того, что вот, к сожалению, в глазах Путина европейские лидеры, они слишком хорошо воспитаны, и Путин это воспринимает по-своему, у него просто прекрасное настроение. Скажите, пожалуйста, вот если простым языком, а что конкретно может ему это самое настроение испортить? Военное поражение, продвижение вооруженных сил Украины по всем фронтам, наступление. Херсон не испортил настроение? Портил. Он и Херсон испортил, и Харьков испортил. Все портит. Я не сказал, что он в великолепном настроении, я сказал, что он демонстрирует на публику свое окружение, непоколебимую уверенность в своей победе. И сегодня вот мне сказали, что там все элиты, те, которые понимают, что он немножко выжил из ума, мягко выражаясь, они все охраневают от страха, который их охватывает, потому что там силовики сейчас являются абсолютно, так сказать, элементом беспредела. Вот слово беспредел вообще вышло из уголовного жаргона. Это означало, что никаких ни правил, ни понятий, ничего. И вот путинской власти, нет другого слова, но произвол, да, но произвол как бы он мягче. А вот беспредел, когда нет ничего, сдерживающего никаких факторов, это вообще так действует шпана. В России не мафия, вот считают, что это мафия в России пришла к власти. Да нет. Мафия всегда имеет свои понятия, свои представления, свои правила. В любой стране там они разные, но тем не менее. А это шпана. А шпана не имеет ничего. Шпана, захватившая страну и пришедшая к власти, и обладающая огромным ядерным потенциалом. Я говорю, где-то шпаны нет ни понятия, ни закона, ни каких-то принципов. Ну вот, та же мафия, допустим, итальянская, ну, по крайней мере, из того, что я слушал, меня там критикуют, говорят, да нет, это неправда. Вот у них правила не убивать членов семьи. А у российских шпаны есть правила преследовать членов семьи. Вот мы видим там Ивана Жданова, мы видим там, значит, брата там Алексея Навального, мы видим многих других, которым просто идет отмщение родственникам, абсолютно непринепечатным, неповинным людям. Ну, в чем виноват брат Навального? Тушен брат. В чем виноват там отец Жданов, что он его просто отец? И так далее. Можно проводить десятки, сотни таких примеров, когда это не принципы, не понятия, это просто вот абсолютно... Вот знаете, самые опасные? Я много лет занимался безопасностью, в том числе коммерческой. Знаете, какие самые опасные были группы криминальные в Москве? Это была вот шпана, не нюхавшая пороха, не сидевшая, не имевшая каких-то серьезных своих материальных каких-то иных интересов. Вот это было самое опасное, были самые отвязные, самые безбашенные, самые беспредельщики. И вот Путин исповедует, даже надев там галстук, вроде бы, типа говоря, по-немецки и уча английский, он все равно остался в глубине души вот той шпаной питерского двора и эту свою психологию сделал государственной политикой. Вот вы должны это понимать. Запад это не может понять. Они не могут понять. Они не могут понять, как там за раздачу цитат Льва Толстого сажают в тюрьму. Они не могут понять, как там, допустим, за цитирование Орвела сажают в тюрьму. Они не могут понять, как люди, вышедшие с чистым листом бумаги, стоящие где-то с чистым листом бумаги, и хватают волокут в ментовку, что, извините за народный сленг, и там дают 15 суток в лучшем случае, да еще и сбивают. Они не могут, нормальные люди, в это поверить. Потому что, ну, как бы, а вы и в суд-то обращались? Вот я, когда слушаю это выражение, понимаю, что вообще ничего не понимает из того, что произошло с Россией. Какой суд? Да суд является инструментом политических репрессий, политических заказов в исполнении. Какой суд, ребята? Вы еще прокурора попросите. Прокурор вам добавит срок. Вот. Поэтому происходит вот то, что происходит. И поэтому, конечно, Путин, защищая свою жизнь, он считает, что его жизнь и право властвовать, это неразрывно связанные две вещи между собой, он может натворить много дел. Я, правда, думаю, что он не пойдет на применение ядерного оружия. Он будет заниматься ядерным шантажом до какого-то, так сказать, предела. Определенного нам предстоит это все пережить. На мой взгляд, я могу ошибаться, но мне кажется, что так будет. У меня другого выхода нет. И он будет, конечно, перемалывать пушечное мясо в надежде стабилизировать военное положение на фронтах, сделать войну позиционной, закрепиться на каких-то территориях и, уничтожая инфраструктуру Украины, заставлять Украину и Запад двигаться к каким-то компромиссам. Компромисс должен заключаться в том, что Путин будет торговаться, хочет торговаться с Украиной, всем миром, украинскими территориями в обмен на какие-то гарантии. Понятно. Спасибо вам большое, Геннадий Владимирович, за то, что присоединились к нашему. Ну, извините, что не обрадовал, но, по крайней мере, мы с вами говорим о реализации. Так, да, мы понимаем, в какой мы ситуации находимся, мы понимаем, что нас все равно не сломить, да, мы же видим, у нас нет никаких иллюзий, да, у нас есть предположения, ну, а надежды у нас на ВСУ и на партнеров, которые дают, предоставляют нам оружие. Вот, как у нас есть фраза, да, дайте нам оружие, вопрос России мы решим. Так что, я надеюсь, да, Путинской России там не подсказывают. Понимаю, что у вас кончается время, но вы решите вопрос, не решите вопрос только оружием. Потому что изгнанием Путина с территории Украины война, к сожалению, не закончится. И весь мир это должен понимать, и в том числе Украина. Потому что дальше встанет вопрос, что делать с путинским режимом, который пока находится в руля, пока Путин, например, представляет смертельную опасность для всей цивилизации. И он будет ее сохранять до тех пор, пока он там находится. То есть нужна смена путинской системы, да? Которой вы занимаетесь в том числе. Вот, вот, вот. Это единственный путь к миру, к прочному стабильному миру и гарантия к тому, что цивилизация не столкнется с угрозами самоуничтожения. Ну, смотрите, вот мы тогда немножко продлим с позволения редакторов наш разговор. Мы с вами тоже неоднократно общались. Ну, мы так начинаем. Здравствуйте, Геннадий Владимирович. Рады вас видеть. Геннадий Владимирович, мы с вами тоже об этом неоднократно говорили. Вы тоже прилагаете свои усилия к тому, чтобы сменить путинский режим и съезд народных депутатов, да? И неоднократно тоже российские оппозиционеры говорили о том, что помочь в этом свержении путинского режима может точно так же и ВСУ, потому что... Да, но станет триггером. Вот, знаете, такой триггер. Триггер, да. Это курок, сфотовый механизм. А вот дальше должны россияне что-то сами сделать. И вот тут мы с вами должны, опять-таки, я буду теперь как Пономарь повторять очень важные вещи, и тут мы с вами должны иметь сценарий, при котором смещение Путина на стороне власти произойдет реально. У вас есть этот сценарий, понимание его? Есть несколько сценариев. Есть движение снизу, есть движение сверху. На сегодняшний день, я не знаю, как там дальше будет движение снизу. Никто не знает. Знаете, революция зреет долго, происходит неожиданно и стремительно. Но пока, вот на мой взгляд, опять-таки, я же не являюсь истинной в последней ситуации, пока, на мой взгляд, в России не вызрали условия для смены власти снизу. А, значит, тогда у нас с вами остается вариант смены власти внутри элит. И вот этот вариант пока на сегодняшний день приоритетный. Должны мы, значит, с вами составить какой-то общий план, как подтолкнуть наши российские элиты. Неважно, там имеется в виду не те, которые там замараны кровью, а те, которые, ну, пока еще, как бы, так сказать, избежали этого. Вот как сделать так, чтобы они понимали, а, неизбежность конца, неизбежность краха полного и что-то предприняли. Мы должны с вами подумать над этим, как подтолкнуть их, в хорошем смысле этого слова, к пониманию этой ситуации, к каким-то действиям. Я думаю, что это отдельный разговор. Геннадий Владимирович, да, я вот хотел сказать, давайте так договоримся. В следующий раз, когда с вами встречаемся, мы зафиксировали то, что об этом нам надо подумать. И вот в следующий раз обсудим, да. Так как мы с вами же должны это решить. Мы подумаем. И обсудим эту тему обязательно. А я там передам, кому нужно. Да, да, да. А вы передайте, пожалуйста, там, кому нужно. Нам было очень приятно с вами пообщаться. С вами был Геннадий Гудков, экс-депутат Государственной Думы Российской Федерации, полковник ФСБ России в отставке. Спасибо за беседу. Спасибо огромное.